Есть ли произведения, которые понравились мне, а которые не понравились кому? Ну, всем, да? Не знаю, я смотрю много блогов, и всем моим знакомым они, кстати, не заходят. Многие на ютубе... А, кстати, еще вот эти мемасики всякие, всякие смешные, вот эти ролики, картинки, блин, в большом количестве они меня даже раздражают. Я не очень это все понимаю, и мне бывает редко смешно. Вот я делала ролик про коронавирус, я даже много раз думала, делать, не делать, но я сделала из самых таких популярных, которые мне присылали. Но чтобы вот сидеть, пересматривать и смеяться, как, например, 100-500 программа была, мне такие программы не заходят. Но мне заходят нудные, длительные такие фильмы, вот, или влоги, которые многим тоже не заходят. Я люблю смотреть про самую обычную, обычную жизнь. Вот, так что, продолжим мою болталку. Так, и сейчас вы когда-нибудь... Если бы вы могли стать персонажем книги или фильма, то каким бы вы были бы? Мне почему-то приходит на ум Джейн Эйр, и, наверное, я была бы вот этой героиней. Или мне хотелось быть, превратиться в маленькую, это, Пеппи Длина Чулок. Потому что в детстве я была очень зажатая, в детстве я была очень стеснительная. Я очень-очень, даже не по внешности комплексовала, а по внутреннему, мне реально казалось, что я скучная, и что я занудная, и поэтому я закрывалась. Вот, и когда Пеппи Длина Чулок, я читала книгу, я ей просто реально восхищалась. Вот в детстве я восхищалась Пеппи Длина Чулок. Мне хотелось такой же свободы, мне хотелось так же раздаривать конфеты, скакать на этой лошади. Мне хотелось быть Пеппи Длина Чулок, у меня мечта сбылась. Я, когда была аниматором в 30 лет, я была Пеппи Длина Чулок. Конечно, дети современные не очень поняли этого персонажа, тем более я была таким полненькой Пеппи Длина Чулок. И спустя 20 лет, скажем так, но я получала удовольствие от этого персонажа, потому что я ее очень-очень люблю. Так, какой самый странный комплимент вам когда-то говорили? Мне запомнился один комплимент, который мне говорил парень, в котором была моя первая любовь. Он мне говорил, ты такая сказочная, нет, ты такая загадочная, то ли сказочная. То есть вы можете понять. Это странный комплимент, но он меня зацепил. Так, какая самая неловкая ситуация была у вас в жизни? Ой, сейчас вспомнить не могу, если вспомню, запишу даже ролик про свои неловкие ситуации. У меня они были, просто сейчас не могу вспомнить. У вас есть какое-нибудь постыдное удовольствие, которое, однако, дает вам ощущение счастья и полноты жизни? Да, есть. Это, как вы видите по мне, очень-очень вкусно есть. Обложиться едой, чем-то интересное смотреть, чтобы знать, что завтра никуда не нужно, чтобы знать, что все спокойно, что меня никто не потревожит, что я не в ссоре с Димой, что все в порядке, что все благополучно на данный момент, именно на данный. И вот обжираться и смотреть какой-то фильм. И это я люблю делать где-то в час или в два ночи. Я себе не каждый день, конечно, такое устраиваю, но бывают у меня такие моменты, когда вот я люблю себе устроить вот такие прям дни, объедения. Так, если бы вы могли изменить какую-то одну вещь в своем прошлом, что бы это было? У меня есть блог номер 91. Если вы его посмотрите, то вы поймете, какую вещь я бы хотела изменить. Если бы вы до конца жизни должны были есть один продукт, что бы это было? Один продукт? Блин, один продукт. Ну, наверное, если прям один продукт, вот один-один без всего, без масла, без каких-то без всего, то это картошка. Потому что я ее могу есть просто отварить, сделать из нее пюре на воде, я могу ее есть. Ну, не знаю, как всю жизнь бы я ее ела бы. Вот, но это точно тот продукт, который мне приходит на ум. Или бананы, кстати. Бананы я очень люблю, и они полезные. Наверное, это были бы бананы. Да, один продукт. Хотя они бы мне, я уверена, надоели, я не представляю. Но если бы вы должны были проживать один и тот же день снова и снова, какой день в своей жизни вы бы выбрали? Честно скажу, это был бы день, когда я еду на поезде в детстве, мне 12 лет, рядом мама, мы едем с отпуска, загорелый, все хорошо, мама красивая, загорелая, и мы едем на поезде к себе домой. И нам попались очень хорошие, ну, это был реальный день, нам попались очень хорошие соседи. Видите, молодой парень, который мне делал кучу комплиментов, ну, ему лет 18 или 17 было. Нам весело, нам хорошо. Вот этот день, наверное, я бы в нем жила бы, не знаю, он мне пришел на ум. Рядом мама, лето за окном, поезд, как я люблю. Я бы, наверное, его проживала бы. Наверное, такой день я выбрала бы. Если бы вы могли дать совет самому себе в 15 лет, что бы это было? Ну, я вспоминаю себя в 15 лет. Какие-то советы, навряд ли бы, как любой подросток, я восприняла бы. Наверное, главный бы совет, что, Надь, не стесняйся. И 18 лет сделай все, чтобы поехать и попробовать поступить в театральный. Не получится там, не сможешь как-то выжить, не сможешь, ну, найти там подработку какую-то, не сможешь найти денег или еще что-то. Ты хотя бы попробовала. А если не получилось, возвращайся домой. Какое ваше лучшее воспоминание из детства? Какое лучшее воспоминание из детства? Наверное, мне вспоминается один момент, когда мне было 4 года. Он просто ярко, я его запомнила. И за нами папа со своим знакомым приехал на вокзал, за мной, за сестрой и за мамой, на вокзал на Волге. Я не знаю, я помню эту Волгу. Я не помню цвет, по-моему, то ли светлая она была. По-моему, она светлая в моем воспоминании о Светлой и Волге. Может быть, это была не Волга, но в моем воспоминании Волга. И нас привезли во двор, к нам в двухэтажке, где мы жили на Советской. И мы выбирали вещи, и папа, по-моему, в тот день мне подарил сумочку такую с цыпленком. Вот такое воспоминание у меня. Если бы вы могли иметь в собственности только 5 вещей, какие бы это были вещи? Ну, я не знаю, одежду сюда включать, не включать, но духи обязательно. Вкусные какие-нибудь духи. Сумку, духи-сумку. Губная помада. Камера и ноутбук с интернетом, с выходом в интернет. А все остальное, я не знаю, что бы я одевала бы, носила бы. Так, какова самая мудрая мысль, которую вы когда-либо слышали? Наверное, от мамы будет день, будет пища. Это не рак желудка. То есть, когда у меня что-то происходило, я получала двойку, например, в школе и расстраивалась. Нет, двойку. Двойку, я так сказала, я за всю школу, за 9 лет, там, наверное, две двойки только получила. За поведение, еще за что-то. Когда я получала, наверное, тройки, или, да, тройкам я расстраивалась, или четверкам, ну, или что-то расстраивалась, я не помню. И она мне говорила, Надя, это не рак желудка, успокойся. Или нервничала перед экзаменом. И вот будет день, будет пища, и есть такая мудрая мысль от Скарли Тодхары, как там, как там, завтра, чё, как там она говорила, я не помню эту фразу. Ну, типа, будет новый день, будем решать. Ну, я не помню, как она формулировала. Так, если можно было бы вновь начать свою жизнь с 10-летнего возраста, но при этом сохранив весь ваш опыт и знания, вы бы сделали это? Нет. Нет. Потому что в 10 лет сейчас с моими знаниями о людях, о жизни, о себе, с разочарованиями, с каким-то, может быть, уставшим взглядом на жизнь, да, нет, я не хотела бы. Если бы, например, даже знание о том, что нельзя там сильно доверять кому-то или ещё что-то, да нет, 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 не хотела бы. Так, если бы вы могли своими глазами увидеть любое событие из прошлого, настоящего или будущего, что бы вы выбрали? Я бы хотела увидеть свою маму молодой. Ну, может быть, наверное, лет 14. Может быть, в разных эпизодах. Она меня родила в 41 год, и в осознанном возрасте я её помню уже, наверное, ну, чтобы прям вот помнить, как человека, наверное, лет с 50, да. Я бы хотела её увидеть молодой, в 30 лет увидеть её, в 25, в 20, да, я скучаю по своей маме и хотела бы её увидеть. Или, может быть, хотя бы увидеть, как она со мной маленькой гуляет. Если бы у вас был бы один вариант, вы бы хотели, чтобы ваш ребёнок вырос умным или добрым? Наверное, всё-таки добрым, потому что умным без добра – это, получается, великие диктаторы. Это, получается, да, великие люди частенько, но они много горя приносят, и приносят и сами себе, иногда бывает горе от ума. Нет, добрые люди пусть будут, пусть добрый будет. Нет, если бы вам предложили вечную молодость и кучу денег с условием, чтобы у вас никогда не будет любви и семьи, вы бы согласились? Да ну нет, я думаю, что любой из вас никто бы не согласился. Есть какая-то информация или теория, в которую вы просто верите, так как у неё нет доказательств. Почему? Я не верю ни в ад, ни в рай. Я верю в то, что есть переселение душ. И в то, что наша душа – это энергия, и она куда-то не просто уходит, она куда-то перевоплощается. Неизвестно во что, в человека, там, собаку или во что-то, просто в цветок. Куда-то эта энергия перерождается во что-то. Вот в это я верю. То есть оно не доказано и никогда не будет доказано, но я в это верю. Так. Вы обедаете с человеком, которого очень уважаете. Неожиданно он начинает рассказывать гадкую сплетню про вашего близкого друга и насмехаться над ним, не зная, что он ваш друг. Что вы будете делать? Скорее всего, я её выслушаю, я её не поддержу. Я, наверное, скажу, что это мой друг. Я ничего не буду делать. Я просто скажу, что ты сейчас рассказываешь про моего близкого друга. Вот. Я ничего не буду делать. Просто это скажу. Мы не будем ссориться. Я просто поставлю в известность. А что уже дальше будет человек делать, это его уже дело. Просто скажу, что это мой друг. Вы возвращаетесь домой с работы. Видите, что ваше место занял клон. А супруг и дети незаметенны. Я не хочу на это отвечать. После развода вы находите в квартире лотерейный билет, который купил ваш бывший супруг. И выигрываете 100 тысяч. Не хочу это думать. Это я оставлю всё себе. Так. Вот. Вы вас пригласили принять участие в эксперименте. Вы должны остаться в одиночестве целый месяц, не общаясь ни с одним человеком, в комнате, где есть только кровать, туалет, вода и еда. Если вы не сдадитесь, получите 1 миллион долларов. Согласитесь или нет? В одиночестве целый месяц, где нету никаких звуков, а есть только кровать. Не с одним человеком, только есть кровать, туалет, вода и еда. Я бы попробовала, но я бы не выдержала. Скорее всего. Я думаю, что несколько дней бы я продержалась. Мне очень тяжело без потока информации. Если бы были книги, то я бы даже не сомневалась, согласилась, я бы выдержала. Но мне обязательно нужен какой-то поток информации, либо в письменном виде, либо с ютуба, либо с роликов, либо кто-то, чтобы что-то говорил. То есть мне всегда нужен, чтобы было о чем-то поговорить, о чем-то подумать. Вы узнали, что ваш лучший друг тот самый человек, который грабит на дороге водителей дорогих машин, отбирая деньги, драгоценности, а потом отдает их на лечение детям, больные раком. Сдадите ли вы его в полицию? Я ему скажу, что я это знаю. Если он их, извиняюсь, не убивает, то пусть решает сам. Если бы я узнала о каких-то убийствах, то, конечно, бы я сдала бы. А так нет. Так, ну что. Вы единственный хирург в больнице. Вам только что сообщили, что ваши родные погибли в ДТП. Водитель был пьян. Спустя минуту его в тяжелом состоянии привозят в операционную. Как вы поступите? Ну, это такой тяжелый вопрос. Я не буду на него отвечать. Это реально. Врачи – это все-таки призвание. И, наверное, не знаю. Я бы не смогла приступить к работе, узнав, что все мои близкие погибли. Потому что эмоционально по себе знаю, что это нереально. Я бы просто не смогла бы. Я не смогла ничего человеку этому сделать, но и помочь ему бы я тоже не смогла бы. И какой-то, ну, какой-то там грех на душу взять я тоже не смогла. Я бы просто была в ауте, в шоке и все такое. Представьте, что существует волшебная таблетка, которая дает принявшему ее человеку красоту, удачу во всех делах и счастливую судьбу. Сейчас. Но на следующий день после своего 35-летия этот человек умрет. Приняли бы такую таблетку? Мне 34 уже. Поэтому, нет, на год бы я не согласилась бы. Тем более, 35 – это так мало. Мне раньше, в 20 лет, казалось, что 35 – это уже глубокая старость. Сейчас я понимаю, что нет. Нет, я бы не приняла такую таблетку. 35 – это мало. Это очень мало. Тем более, если жить с шикарной жизнью, то вообще мало. Так. Так, ну, наверное, я ответила на какой-то ряд вопросов. Не буду я слишком затягивать. Вот. Я ответила на те, ну, пока мне интересно было. Вот. Если что, я буду периодически эту рубрику устраивать. Эти вопросы я видела первый раз. Отвечала на них, как представляла, как чувствовала, как видела. Сразу, как ассоциации возникали. Вот. Спасибо большое, что вы посмотрели. Но влоги на моем канале также будут продолжаться. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...